Ребята, это случилось. Это произошло. К сожалению, последняя новость меня просто повергла в шок, я очень расстроилась. Дело в том, что наш Толик, наш самый любимый Толик, пострадал опять от лап. Вот этого монстра! Я всего лишь вышла в магазин, вышла на почту, у меня не было дома буквально минут 20. И когда вернулась домой, увидела, что у нашего Толика разодранный нос. Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу, и у нас тут бойцовская свинка. Меня это очень все огорчает. Недавно я снимала видео про поведение Валика, о том, что он, наверное, у нас новый лидер. Но я смотрю, что Валик начинает вести себя не совсем адекватно. И у Толика была разодрана одна ноздря, теперь обе ноздри. Мне очень больно на него смотреть, я расстроилась, я очень сильно переживаю, и мне хочется, чтобы Толик себя чувствовал нормально. Как бы мне этого не хотелось, но я приму обязательно меры, задумываюсь над тем, как бы решить эту ситуацию. В первую очередь я установлю перегородки, которые до сих пор, к сожалению, так и не были установлены по моей халатности. Перегородки, которые поднимают лесенки, изолируют этажи. Это будет первым правильным шагом, как мне кажется, на пути к тому, чтобы никто не страдал из моих свинок. Всегда тяжело признавать свои ошибки, но... В общем, я не хочу, чтобы страдал ни Арнольд, ни Валик, ни Толик. Я не меньше люблю Толика, не меньше люблю Валика. Арни я обожаю. И, в общем, они для меня все равны, все любимы, но когда такое происходит... В общем, сейчас мне хочется, чтобы Валик жил отдельно. Я понимаю, что у него, возможно, такой задорный подростковый период, но он просто не может отцепиться от свинок. Он постоянно задирается, постоянно что-то хочет от них, хотя они его не трогают. Возможно, он мстит за то, что он получал раньше, ведь раньше именно Толик был главным агрессором в его сторону. Но сейчас и Арни получает. В общем, сейчас творится у нас что-то непонятное в стеллаже. Сегодня свинки разбудили меня в 6 утра. Проснулась я от того, что у них были очень громкие разборки. Они не то чтобы дрались, они очень громко выясняли отношения, пищали. Это даже не писк, а какой-то такой скрежет. Очень необычный звук. И в 6 утра просыпаться от этого мне не очень хотелось. Я поняла, что нужно сделать так. Оставить один этаж для валика и на двух этажах разместить Арнольда и Толика. Видимо, так будет правильно. Возможно, стоит начать с изоляции на ночь. Свинок. В общем, не знаю. Немножко опускаются руки. Я думаю, вы поддержите меня. Напишите утешительные какие-то слова в комментах. Поставите лайк этому видео. И что-то будем решать. Не хочу, чтобы никто страдал. Повторяюсь уже не первый раз за это видео. Но всякое бывает. Я знала, что селять трех самцов это огромный риск. Что и пара не всегда бывает. Что сдруживается, а тут три самца. Но мне всегда казалось, что мои свинки какие-то особенные. Что у нас все будет не так. Все будет идеально. Получается, что сегодня пострадал Толик. Обработала я ему ранку хлоргексидином. Промыла носик ему. И я вижу, что он подавлен. Он себя ведет не так, как раньше. Он менее активен. А Валик чувствует себя прекрасно. Такие были новости. Делюсь с вами всегда самыми свежими новостями. Не всегда они хорошие. Спасибо за вашу поддержку. Увидимся. Буду держать вас в курсе. Всем отличного настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...